Зеленский рассказал, что на его взгляд общего у России и Украины. Депутат Рады заявил о причастности украинских властей к преступлениям в Одессе и Киеве. Главан Автогаза заявил о неизбежности переговоров с Россией по транзиту. Новоиспеченный президент Украины Владимир Зеленский считает, что после возвращения Крыма в состав Российской Федерации конфликтов в Донбассе два государства объединяет только граница. Таким образом, Зеленский прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина, назвавшего россиян и украинцев одним народом. 2295 километров и 400 метров общего, написал Зеленский в Фейсбуке. Он также добавил, что не считает отношения Киева и Москвы братскими. Так, по мнению новоизбранного лидера, незалежный запрет экспорта нефтепродуктов, упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе ни на йоту не способствует налаживанию диалога между двумя странами. В свою очередь, депутат Государственной Думы России Михаил Шеремет в интерьере о новости призвал Зеленского не начинать свою карьеру с лицемерия. Он отметил, что избранному главе Украины должно быть стыдно за свои слова. «Я бы посоветовал ему хотя бы почитать школьные учебники истории. Уверен, он много найдет общего между нашими народами и странами». В то же время, первый вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс подчеркнул, что никому не позволительно забывать, что россияне и украинцы – два братских народа, которым нечего делить. Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления. Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи. Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов выдавать гражданство россиянам и борцам за свободу, добавив, что оба народа только выиграют, если будет общее гражданство. Позднее Владимир Путин дал оценку такому заявлению. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что власти Украины намеренно затягивают расследование трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года и на Майдане незалежности в Киеве в феврале 2014 года, потому что сами причастны к этим преступлениям. Как можно объявлять приговоры, когда сама власть это организовала? Как они могут сами против себя объявить приговор? Они тянут время, морочат головы. А вы знаете кого-то, кто ответственен за убийство на Майдане? Ни одного человека нет. За 5 лет можно было найти? Как могут представители власти, совершившие все эти преступления, расследовать свои преступления и особенно довести их до приговора? По словам депутата, расследование событий в Одессе станет тестом для новоизбранного президента Владимира Зеленского. Он добавил, что сложности в расследовании этого дела нет, однако есть нежелание украинского правительства. Нафтогазу и Газпрому придется договариваться о продлении соглашения по транзиту газа. Об этом заявил глава украинской компании Андрей Коболев. Он отметил, что в этом вопросе у сторон нет другого выхода. По словам Коболева, Газпром не может перекрыть Украине газ, поскольку российская компания должна деньги нафтогазу, а не наоборот. Напомним, что ранее в украинской компании признали беспомощность без российского голубого топлива. Как отметил исполнительный директор нафтогаза Юрий Витренко, у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения транзита из России. Руководство нафтогаза регулярно говорит об угрозе остановки транзита. При этом российские власти неоднократно отмечали готовность продолжать транзит голубого топлива при условии конкурентоспособности украинской газотранспортной системы.